Всем привет, ребята! Меня зовут Джон Доу. Мы продолжаем проходить вампир. Прямо сейчас мы находимся уже в новом районе, который называется Уайт Чепел. И что нам нужно здесь делать? Нужно разобраться с тем человеком, который якобы шантажирует ту вампиршу, которая находится в клинике. Но пока мы займемся другой миссией, а конкретно дополнительной. В общем, один сумасшедший священник отправил своего, как это называется правильно, ну, подчиненного, давайте назовем его так, на кладбище, чтобы он там устроил, в общем-то, крестовый поход на кладбище и там уничтожил всю нечисть. Нам нужно его оттуда забрать, иначе он просто-напросто погибнет. Погоди, стой. Что-то не так. Мне так кажется. Нет? Найти Клейтона. Погоди-ка. Нет, 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 ничего. По идее, он находится вот здесь. Ты кто такая? Не будь лёгкий, Хэнстон. Что может Кристина сделать для тебя? Я не смотрю, что ты продаваешь. Но я хочу спросить тебе несколько вопросов, если я могу. Я доктор. Доктор Рид. Хорошо, тогда, но быстрее. Хотя обычно я зарплату, когда я открыл мою mouth. Ха-ха-ха. Ладно. Ты знаешь, Дороти Крейтон? Дороти Крейтон, Пемброк Хоспитал. Я не люблю докторов, или хоспиталов. Но я не люблю тебя, задавая вопрос. Возвращаясь к твоей линии работы, я уверен, что это только в момент времени, до того, чтобы у вас есть здоровье. Если это будет происходить, то это будет происходить. Сейчас я нужна денег. Это, что важно. Ты можешь поставить свою жизнь в опасность. Это твоя решение. Но что с твоими клиентами? Если ты скромнился, ты тоже поставишь их в опасность. И ты думаешь, что это меня беспокоит? Если ты знал, что я с ним делал, то их здоровье не будет, что ты беспокоишься. Ты нужна помощь, мисс Поппер? Это зависит от ценой твоей медики. Я встал, что ты думаешь, что я такой человек. Пробуй мою спешку. Я так привыкла к лярам, с хорошими правилами. Спасибо, сэр. Вот и здорово. А что у нас здесь? О здоровье мы с ней поговорили. Задать личные вопросы. Ага. Скажи мне о том, что ты себя делаешь. Ты смешаешься с мной? Люди обычно не приходят, чтобы меня видеть в конкурсах. Я не интересую в твоем работе. Я, however, curious, о том, что ты впечатлился в эту карьеру. Хм, short story. The war, exile and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Ага, понятно. Ну, хрен знает. Конечно, может. Я просто, опять же, ситуации ее не знаю. Все может быть. Всякое-всякое в жизни бывает. Хорошо, не буду спрашивать до поры до времени. Стой, знаешь, что я хочу проверить? Секундочку. А, все, да, да, да. Все, я здесь уже полностью все спросил. Узнал, точнее. Take care of yourself as best you can. Спрямо, потом налево. Вот она, вот она находится вот здесь. Ага. Ну, пошли, пошли, пошли. Хотя, скорее всего, да, я наткнусь на охотников. Здесь я уже был, открыл срезик. Конечно, левел-дизайн здесь не может похвастаться чем-то особенным. Просто коридоры. Городские улицы самые обычные. Ничего примечательного в них нет. И поэтому моментами сильно утомляет перемещаться по ним. Но все равно, вы знаете, окружение, декорации сами сделаны, ну, неплохо. Я видел гораздо хуже. Ты у нас кто? Пятнадцатого уровня? Хорошо. Подходи, подходи. Красота. Следующего? Черт, черт, черт. Стой, стой, стой. Чуть не погиб. На грани был. Давай, подходи, говнарь. Давай, делаем сразу вот так. Да чтоб тебя. Назад, назад, давай еще. Подходи. Последний остался. Ну, с этим я быстро разберусь. Что там упало? Забираем сразу это шиллинги. А здесь у нас, я так понимаю, ничего. Ха, забавно. Он умер, проткнув себе бедро мачете. Ха, ха, ха. Сто сорок пять, сто сорок пять. Вон там есть очередной постер. Этот мы читали, я точно помню. Где-то тварь. О, ясно. Тихо, стой. Черт, серьезно? С двух ударов, да блин. А ну-ка, нахер руки. Ох, как это, как это не здорово, да? Он подлечился. Круто. Опа-на, назад лечимся. У него получается устойчивость вообще. Аккуратно, аккуратно. Давай вот так. Он опять сейчас будет лечиться. Неплохо, пока неплохо идем. Да ты серьезно? Один удар? Охренительно. Ну что ж. Я снова на месте. Давайте пойдем в этот раз другим путем. А не через переулки. Это кто еще такой? Ну это скаль, скорее всего. Я прав? Нет, это стрелок. Стражи привына. А в таком случае я тоже. Оп. Буду стрелком. Ну, подойдешь сюда, нет? Хорошо. Там вон еще идут охренительно стоять. Преподобный Кейн? Это кто такой вообще? Это что-то новенькое, товарищи. Ого. Это как понимать? Ну, он какой-то серьезный противник. Ой, беги, беги, беги. Стой, стой, стой. Ага. Там все серьезно, короче. Ой, отходим, отходим, отходим. Успел, успел, успел. Ой, подожди, отходим. Нет, нет, нет. Нельзя дать ему направить на нас свет. Да, чтоб тебя ты задрал. Блин, капец, у него голос очень похож на голос противников из Бладборна. Прям очень похож. А, у меня закончилось уже все, стамина. Успел. Готов. Свинцовый труд получили. Посмотрите на него. Тут все вообще серьезно. Погоди-ка, давай-ка мы, наверное, облутаем. Мусорный бак. Есть что-нибудь еще здесь рядышком? Вроде бы ничего. Стоп. Опять ничего. Нам нужно куда-то в эту сторону. Надеюсь, я не наткнусь на оборотня по пути. Иначе это будет обидно. Стой. Давай вот сюда. Что у нас здесь имеется? Патрон. Я думаю, что пригодится. Открыто убежище? Погоди-ка, это где мы вообще находимся? Это рядом с кладбищем. Все, теперь ясно. Тут неподалеку мне сказали, что есть средства от мигрени. О, какие-то фрезы прям, причем жесткие. Достаточно? Да что происходит-то, блин, игра? Прекрати. А здесь у нас что? Изготовление предметов. Это мы прекрасно знаем. Так, постой. Постой. О, сейчас секундочку, я разберусь с фрезами. Это что-то ненормальное совершенно. Ну, а мы продолжаем. Я надеюсь, что фрезы прекратятся. Какая-то странная хрень, не понимаю, что происходит. Хотя, как догадываюсь, но до конца не понимаю. Ну, не уверен просто на сто процентов. Погоди-ка, что тут? Банка таблеток и хинин. Это все дело можно разобрать и сделать еще лекарств. Еще шиллинги. Здесь что-то еще есть в мусорке. Свинцовая пластина и пружина. Нет, все равно фрезы остались. Причем все хуже и хуже. Нужно дойти до чекпоинта и перезапустить игру. Ой, ну смотрите, ну это вообще ужас какой-то. Прям совсем какой-то ужас. Стоунбрижское кладбище. Вот мы и на месте. Это кто? А, понял тебя? Нифига себе, ты как он так? Ты сущен там сам не упырь, нет, друг мой? Поднимайся, поднимайся, поговорим. Да что ж такое-то, а? Ой-ой-ой, аккуратненько. Ну конечно, они долго очень тупят после каждой атаки. Очень долго. Стой. Стой назад. Готов. Готов. Победа за мной. Что я взял? Не показали. А вот винт. Два винта. По идее, вот как раз таки на кладбище и находится Сэмуэль. Давайте искать его. Погоди-ка. Стоп. Это кто? Слабая сыворотка крови. Странный рецепт. Надо будет потом проверить все это дело на столе. Лабораторном. Ну-ка, иди-ка сюда. И тут тоже крыску давайте поймаем. Где? Где она была? Вот. И вот оно, то самое кладбище. Где-то здесь... Должен быть Сэмуэль. А где он? В таком случае давайте включаем ведьмачье зрение и начинаем искать. Бродячий скаль внизу меня ждет. Тут пока что никого и ничего. Это что такое вообще? А, это крыса. Думаю, что за херня. Я думал, это кровь. Кровь, да, но... В упаковке. Наверное, стоит спуститься все-таки. Стоит спуститься и осмотреть все здесь. М-м-м, ничего. И здесь тоже ничего. Погоди-ка. Тут как-то все запутано, блин. А, где-то... Где-то здесь. Да что происходит, сука. Че с фреймрейтом? Вот я не понимаю, блин. Здравствуйте. Стой, аккуратно. Ого, вы че? Че-то вас многовато, не? И сразу давай вот так. Еще пару ударов и все. Главное, что время схваток, блин, все нормально. Просадок нет. Именно когда бегаешь вот спокойно по кладбищу или вообще по другим местам, они возникают. Что здесь? Куча трупов. Алюминиевый осколок и винт. Я пока что вообще... Опа, это кто? Это скаль. Ослепленный скаль. Можно сзади подкрасться и напасть. Но у него хорошая защита именно к этому. В тьме. Но плохая именно к обычному урону. Вроде все. Ну-ка, иди-ка сюда. Я имею в виду... Эст... Для крови. Шиллинги нашли. Где-то здесь. Он где-то здесь. Понял. Я все понял. Трое врагов. Справлюсь, как думаете? Я тоже думаю, что нет, но я попробую. Тихо. Что ты хочешь? Да чтоб тебя. Да ёб твою за ногу, блядь. Нет, нет, нет. Да блин, да я так был близок. Еще раз нужно. Еще раз давайте. А, не хватает. Что ты хочешь? Ой-ой-ой. Стой, стой, стой. Да ты че? Да что происходит, я не могу понять. Хватаем, успел. Теперь отходим и лечимся. А, ну конечно же, да, у меня все получилось. Хватаем, 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 хватаем. Кто-нибудь, помогай! Вроде все. Вроде все. Сейчас сначала весь лут соберем. Ну что ж, что произошло, рассказывай. Хватаем. 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 Да вот он, похоже. Ничем не болеет. Стоять. Что-то есть. Закрыто. Ну конечно же, по-другому и не бывает. Только вот где кровавый след? Здесь все в крови. Никуда зайти, я так понимаю, я не могу. Все-таки он где-то на кладбище похоже. Стоп. Ширинги. Вот. Кровавый след. Вижу. Сюда. Вот. Вижу. Понятно. Как я боялся, Сэмюэл не дает больше правила. Отходим. Ой-ой-ой, аккуратно, лечимся. Стой-стой-стой. Вот и Сэмюэль. Да, у него здоровья очень немало. И дамаг нехилый. Аккуратненько, аккуратненько. И нужно сразу же лечиться. Ну, у него защита, опять же, от этой всей тени. Отходим. Восполняем стамину. Давай, давай, сука. Личный дневник, информация. 12 октября. Отец Уитакер такой праведный. В нем столько состраданий и любви к тем, кто страдает. Его слово. Вот что нужно городу. Сегодня вечером я отдал ему все, что у меня есть. Мою силу, мою веру, моё богатство. А если этого недостаточно, я знаю, где взять еще. 17 октября мы с отцом Уитакером пошли в заброшенный дом рядом с церковью Святой Марии. Это было ужасное, зловонное место. Последним обитателям дома приходилось бороться с крысами за право жить в полуразрушенных комнатах. Большинство этих людей больны. Ужасные, ужасные запахи. На последнем этаже отец Уитакер нашел старика, который лежал на грязном матрасе и кашлял кровью в деревянную миску. А отец Уитакер опустился на колени перед ним и долго молился. Кажется, после этого человеку стало лучше. Затем мы помогли найти ему свет. Тогда я плакал. И плачу сейчас, когда пишу эти строки. Ведь я никогда не видел, чтобы человек так радовался своему спасению. Отец Уитакер, Святой, если это не самоуверенность и не проявление греховной гордости, тогда бы мне хотелось спасти столько же душ, сколько и он. Ведь это настоящая честь быть свидетелем подобных чудес. 19 октября. Сегодня вечером мы пошли в борделе, который находится у канала. Я должен признать, что очень боялся встречи с распутными женщинами, но оказалось, что эти здания давно заброшены. Где шлюхи, там и зараза, объяснил мне отец Уитакер. Но клиенты быстро пугаются, если до них доходят слухи о болезнях. В последнем бордере мы нашли двух больных женщин, которые спали вместе в греховной позе под грязными одеялами. Запах снова был ужасный. Это запах дьявола и болезни, объяснил отец Уитакер. А затем встал на колени и стал молиться за эти две заблудшие души. Женщины были такими больными и слабыми, что не смогли пошевелиться. Когда я облил одеяло бензином, теперь их души очистились. Охренеть, сука. 21 октября. Отец Уитакер святой. Я никому не позволю смеяться над ним. Он получит больше помощи и поддержки. Но он, как и все пророки, одинок. Его последователи должны делать больше. Ему нужна любовь и доказательства любви. Завтра я отправлюсь на кладбище и добуду для него новые богатства. Мертвый не нуждается в земных богатствах. А нам с отцом Уитакером нужно чем-то питаться. Сегодня вечером впервые пришел мой черед вести нас. Я решил вернуться туда, где мы были 9 дней назад. И проверить, есть ли там души, которых нужно освободить. Отец Уитакер одобрил мой выбор. Праведник всегда в трудах. А сатана никогда не спит, объяснил он. Он также сказал, что если я буду и дальше проявлять такое рвение, он станет поручать мне более важные задания. Скорее бы, сегодня вечером еще три души были очищены от скверны. Если это не самоуверенность и не проявление греховной гордости, то я бы сказал, что мы на пути к величию. Охренеть. Да уж, вот скоты-то, блин. Мне что-то хочется выпить его кровь. Может его захерачить все-таки? Как вы думаете? Получается, смотрите, где я нахожусь. Осталось здесь всего раз, два, три, четыре, пять. Пять человек. Восстановление. Понятно, восстановление. Бронхит. Нужно средства от бронхита этому человеку дать. Дариус Петреско. Потом здесь у нас средства от мигрени. Ага. Ну, будем разбираться. Будем разбираться. Ну, там какая-то еще жуткая тварь находится неподалеку. Погоди-ка, поднимемся, посмотрим. Аккуратно, очень аккуратно действуем. Ну, он двенадцатого уровня. Готов. Силицин. Ну, это похоже на убежище очередное. Образец свежей крови. Образец разбавленной густой крови. Это очень все похоже на убежище. Но нет, нет, нет. Это не оно. А вот здесь оно, по ходу дела нет. Да, все верно. Восполним. Хотя я ничего не использовал. Смысл. Давай-ка лучше сюда. Исследовать. Странный рецепт. Сложный рецепт, написанный на клочке бумаги. Нужно исследовать. Вот, средства от головной боли. Средства от мигрени. Вот, давайте сделаем. Средства от неврологии. Я пока еще не встречал. Не пригодилось. От пневмонии. Нет. Средства от бронхита. Нет. Простуды. Нет. Свежий крови образец. Что это такое? Сыворотка выносливости. Увеличивает скорость восстановления выносливости на 100% на 15 секунд. Нет, пока что не нужно. Можно разобрать. Ну, давайте. Теперь вот здесь я могу улучшить то оружие, которым я пользуюсь. Часть обычной рукояти не хватает. 6 штук. Ладно. Кол могу. Могу. Что здесь? Уменьшает расход выносливости на 10%. Что здесь? Не хватает крошечная часть хорошей рукояти. Пошли дальше. Я вернулся в Whitechapel. Это был длинный путь. Очень много врагов пришлось опять одолеть. Не стал вас мучить, поэтому срезал. Давайте отдадим ему средства от мигрени. Добрый вечер, Бенджамин. Можете помочь тебе? Я боюсь, что не. Мистер Рейд. А я думаю, что да. Вы не выглядите хорошо, Бенджамин. Вы нужны какие-то помощи? Я всегда чувствую боль, сэр. Это как, что я никогда не прав. Я могу попробовать помочь твоему телу, сэр. Но вы должны остановиться от уничтожения. Пусть меня уничтожила, доктор. Это все? Что-нибудь появилось? Нет. Здесь тоже нет. Уничтожила, алкоголь и плохое тело. Теперь потеребонькали туда, где нам нужно выполнить основную сюжетную миссию. Стоп, а я могу подлечиться? При людях нельзя этого делать. Я понял. Это кто еще такой? Ты кто? Я не пойму, он жив или мертв? Он мертв. И никто даже тело не унесет. Нужно найти Ричарда Нитеркота и найти Клейтона Дарби. Джо? Все они здоровые. Ты кто? Неизвестно. Поговорим? Ты уничтожил. Ты уничтожил. Извините, сыр. Вы знакомы с этой частью города? Меня зовут Клейтон Дарби. Репортер. Извините. Я новую к Whitechapел. Но, может быть, вы можете помочь мне, потому что вы журналисты. Меня зовут Джонатан Риад. Доктор Риад. Участник. 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 Внимание. Участник. И paragof clearly вызвано приот Gaoшем, с Ирдагой. Продолжение следует... 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 Угу. Всех перебить, может быть, сразу, тогда? Ты не спаситель Лондона. Ты просто благородный садист. Я не беру при этом ужасном восстановлении, доктор Рид. Я только выручен с тысячами иноцентов, которые я спасу каждую ночь. Почему вы отправили Сэмюэла в кеметрию, Тобайас? Что вы видели там? Я отправил его на визу. Я мечтала, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь. Я заятись края, что ты не знаешь, что ты не знаешь. Я убираю на захватит, что ты не знаешь. Что ты не знаешь? Скажи мне проще. Эта эпидемия —她 приезжали. Огриенность о том, что она уступает. Счастье, сенсов нет больше похода к маме. Но кто это? Она — и родная Мири, и обозначение против Земли. а теперь можно вопрос какие таблетки вы принимали прежде чем лечь спать подожди-ка you sent a man to die because of a stupid vision погоди это еще не все личные вопросы ваш ученик грабил могилы йоди сайпу самю столь from the dead in stonebridge cemetery i have proof of his crime and proof of his death no samuel was the best of us so devoted so zealous he gave all he had for the cause he tirelessly preached the good word he defiled the dead with his petty thefts that's how he financed your misguided crusade think what you will when this city is saved he will be praised for his devoted fortitude he walked boldly into the mouth of abomination your precious samuel used you he was an immoral if that's true and he will be my burden to bear during this сэндлэс night короче он кончен и вообще я ухожу с ним я по это все это мы разговаривали до свидания до свидания до свидания ушлепище ты жди пока я прокачаю гипноз до пятого уровня скотина теперь нам нужно разобраться с почтовым ящиком он здесь или здесь будет дом ричарда смотрите это чё такое небольшой букет в котором спрятан купон на бесплатный медосмотр камелия доступная подсказка камелия тайна распространяет трестовки амбулатории дороти крэйн а это случай у меня только что шла подожди вот она она устоять попалась позвонивно сэндлэс я доктор ри я бы хотел бы задавать несколько вопросов я знаю что ты думаешь я думаю что ты думаешь это маленький подсказка уеставшая девушка на улице в полу ночью это пешка пешка он декор но яgun не учит своего дела так что камелия я знаю что ты работаешь для дороти крэйн пожалуйста мне скажи про ее скакерсиспенсой Умно. Умно. Я знаю, что ты понимаешь, что я говорю. Твой слезь не имеет ничего, когда ты будешь мутным, да? Ну ладно. Пока. Она не больна в случае? Нет, она здорова. Блин. 19 метров. Найти почтовый ящик. Где-то здесь он должен быть. Где он должен быть-то хоть? Так все просто. Найти почтовый ящик, блин. Письмо Дариусу Петреско. Мои дорогие и горячо любимые дети. Мне так жаль, что у вас несколько месяцев не было вести от меня. В Лондоне сложная ситуация. Я знаю, что могу показаться эгоистом и дураком вам, мои дети. Ведь вы все еще живете в стране, где идет война. Но здесь, в Англии, тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я пишу вам сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые, ведь вы уже взрослые. У вас свои дети. Вы знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Вот жертвы, которые должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Поцелуйте от меня моих внуков и помните, что отец любит вас, даже когда находится в этой холодной стране. Любящий вас отец, Дариус Петреско. Найти Ричарда Нитикорта. Ой, блин, Нитик... Нитеркота, да, все правильно. Погоди, это с другой стороны. Нужно войти в церковь. За церковь, точнее, зайти. Что написано? Карантин. На территорию не заходить. Распоряжение санитарного инспектора из комитета здравоохранения. Ну, а, значит, мы зай... Ага, зайдем, зашли. Конечно. Пока что давай просто обойдем церковь с другой стороны. Сюда я зайти не могу. А вот здесь, да? А вот здесь я могу пройти. О, конечно. В опасном районе живет товарищ, однако. Аккуратно. Еще раз. Ой, да ты брось. Вроде вся. Хинин. Это он? Наверное. Хинин. Аккуратно. Да? Они как-то и понимают. Я рада вам помогать, если я могу. Я искаю Доротхи Крейн, которая живет в этой районе. Доротхи Крейн. Я люблю его название. Крейн Белый Белый Белый. Выдает очень мистерий. Но, извините, нет, не слышал ее. Что ты можешь сказать о старом человеке, который называется Дариус? Дариус Петрезку? Да, я знаю его. В первую очередь, я думал, что он был только маленький публика. Я приглашал его публику, но его реакция была довольно очевидна. Не интересен в твои таланты? Дариус, старый активист политик, который взрослый в публику и лампуны. Эти действия Коммунисты только требовала медицинской книжки. Дариус, ты уверен, что твоя жизнь может быть в опасности в этой части? Но это где я должен быть, чтобы чувствовать настоящий путь в городе. Я должен пришел, чтобы увидеть это себе. Я только что. Я не понимаю, что твоя потребность для солисти. Но это не безопасно здесь. Я не знаю. Я не имею много друзей, доктор. И мою семью меня не любит. Если какие-то ошибки пришли на тебя, кто будет здесь, чтобы помочь тебе? Ну, ты, для начала, мой дорогой. Ты нужна помощь медицинская, сэр? Может быть, чтобы позволить тебе предупредить мне что-то. Я не чувствую, что я должен. Я понимаю, что твоя потребность не знаю, что я не знаю. Мы both знаем, что Сеекер Дрюфт должен идти мягко, где ищут не умеют. Что вы думаете о ситуации плохого в городе? Территор, вы говорите? Нет. Конечно, смерть многих внуков – это трагедия. Но Скурдж не было все плохое для городе. О, нет, сэр. Что вы говорите? Вы помните Лондону, предыдущий путь? Носи, кокопоник, quiet, не где-то где-то находиться. И теперь, слушай на этот удивительный, спокойный сайлент. Спокойный? Это довольно необычный способ, говорить о эпидемии. И очень неправильный, я должен сказать. Многие люди не успевают понять мою perspectiva. Я не обманываю их. Но как бы я мог бы называть себя поэтом, если бы я украл свои чувства? Ты не знал, что мутный флорист – это член из общественного социала? Нет, я не знал. Но я благодарю вас за информацию, сэр. Потому что это только обманывается мистерий, вокруг Камелия-камелия. Вы не обманываете? Вы не знаете больше, что вы хотели узнать? Это девочка не имеет ни одного из украшений в ней. Что-то, что она может быть убранным, это вероятнее, для большинства, если не все. Я не боюсь, что вы не любите, мистер Невликот. Существует как раздражение, доктор Рид. Скажи мне, мистер Невликот, почему ты искал в Вайт-чапел? Поехали не красиво, но как бы объяснить это? Сторый и тяжелый. Вы не думаете, что это немного мобильный? На самом деле, сэр. Витчапел есть полная жизнь, полная красота. Вот как моя любимая муза, прекрасная Камелия. Что ты можешь рассказать мне о Камелии? Не много. И это красота. Она не может говорить, вы знаете. Она уничтожена. Она уничтожена. Она уничтожает любовь и сладость. А вы никогда не пытались узнать больше о ней? Где она живет, как она живет, кого она может узнать? Может быть, я предпочитаю, что она остается в негма. Реальность может быть так мягкой, не вы думаете? Может быть, ты просто боишься узнать правила о твоей музеи. Однажды, может быть, я хочу спросить ее, чтобы я приеду. Но, ах, она еще будет я, милая, 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 если она уничтожает в городе? Какой способ? В чем-то, сражение от газа, барон смех, и арит храга, под огонь. Если ты так скажешь. В чем-то, сражение великой и парадокс, с человеческим уничтожением разрушившихся в каждой улице. Вида? Конечно, да. И что, сражение? О, да, сражение! Вы понимаете, что я имею в виду? Это, что я хочу писать. И это, что благородная храга сделана. это все? Вроде, да. Все, уходим. Я оставлю тебя, сэр. Дариус, сейчас немного меньше. Не должно быть так трудно, его приглашать, чтобы мне вставить. там проходят трансляции на дополнительный канал, там выкладываются записи, трансляции, если вы пропустили. Ну, на сегодня все. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова